Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст». Меня зовут Эльдар Каримов, и я расскажу вам о тех важных событиях, которые коснулись Казанского федерального университета с 11 по 22 февраля. Безусловно, наиболее важным событием был визит президента России Владимира Путина в город Казань и переговоры с президентом нашей республики Рустамом Минихановым. Это событие коснулось и Казанского федерального университета, поскольку ректор университета Ильшат Гафоров, будучи сопредседателем регионального отделения Общероссийского народного фронта, обозначил проблемы по мусорной реформе перед президентом страны по просьбе жителей республики. Повышение заработной платы профессорской преподавательской состава по предложению ректора Ильшата Гафоров утвердил ректорат университета. Отныне, с 1 марта, зарплата профессорской преподавательской состава поднимается на 4%. С предложения о продолжении сотрудничества нефтяная компания «Роснефть» прибыла в Казанский федеральный университет. Напомню, «Роснефть» является крупнейшей нефтегазовой компанией Российской Федерации. И мы сегодня с вами порассуждаем на тему, как количество иностранных иногородних студентов Казанского федерального университета влияет на доходы города Казани. 12 февраля 2019 года президент страны Владимир Путин встретился с президентом Татарстана Рустамом Менихановым. В этот же день Владимир Путин обсудил вопросы национального проекта «Жилье и городская среда» с активом Общероссийского народного фронта. В связи с запросами жителей тему корректировки мусорной реформы затронул ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров, будучи в ранге сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта в диалоге с президентом страны. 12 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин посетил столицу Татарстана. В Казани он побывал в реконструированном центре культуры и спорта Московский, где встретился с представителями общественности, дольщиками, архитекторами и активистами. Визит президента России прошел на высоком уровне. В адрес руководства Татарстана звучала положительная оценка о проделанной работе. Президент отметил, что с сегодняшними мероприятиями в Казани он планирует начать целую серию встреч, обсуждений, совещаний. Мы запускаем, как вы это хорошо знаете, целую серию набор национальных проектов, которые должны обеспечить наше движение вперед. Движение России, движение страны по ключевым направлениям развития. На встрече обсудили вопросы реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Напомним, что ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров является сопредседателем регионального отделения Общероссийского народного фронта. Спасибо большое. Прежде всего хочется, уважаемый Владимир Владимирович, поблагодарить вас за те национальные проекты, которые вы только что озвучили. Мне кажется, что они затрагивают все стороны нашей жизнедеятельности. Я как ректор могу сказать, что особо интересно и важно для нас от проектов, касающихся образования, науки, медицины, ну и как жители, заканчивая комфортной средой нашего обитания. Я уверен, что все они будут способствовать, конечно же, улучшению качества жизни нашего населения. Вот ряд проектов сегодня вызывают определенные вопросы, и я бы хотел вот сакцентировать ваше внимание именно на этих вопросах, а то, что получится в конце, вы дадите оценку по истечению определенного времени. Прежде всего, много вопросов сегодня по так называемым проектам связаны с системой организации сбора отходов и обращений с ними. В народе вот данная программа получила название так называемое как мусорная реформа. И с чем это связано, прежде всего? Потому что все мы, как жители, получили соответствующие счета, где увидели, что платеж за сбор мусора увеличился где-то в два раза, где-то в три раза. И вот в ОНФ мы открыли горячую линию, и буквально за последнюю неделю уже более 700 обращений. Все спрашивают, а с чем это связано? Что у нас? Качество услуг улучшилось? Либо с чем? Либо у нас создали региональных операторов, которые явились такой надстройкой. Вот Сергей Анатольевич сказал, что как бы ощущение людей вот именно такое. Мы выходим на улицу и видим, что места сбора мусора, в общем-то, какими были, такими и остались. Более того, произошло распределение ответственности. Раньше за эти контейнерные участки, места сбора, отвечала управляющая компания. За что? За места сбора, контейнерные площадки. То есть, где стоят контейнеры. А сегодня центр ответственности, он стал распределенным. За участки отвечает управляющая компания, да, а за контейнеры отвечает региональный оператор. Ну, там до абсурда доходит. Вот мусор лежит, мне говорят, знаете, а этот мусор упал, когда грузили контейнер. Его подбирать должны представители оператора, а не управляющие компании. Так вот, мне кажется, в этом проекте нужно ввести уточнение и четко определить ответственность региональных операторов, поскольку вот эти места сбора – это, по сути, витрина от данной программы. Понятно, что у него там очень много задач, целей, они все благородные, но житель, он должен понимать, для чего он стал больше платить. Второй момент, на котором хотел бы обратить ваше внимание, это то, что порядок начисления, он стал иным. Раньше он был пропорциональным квадратным метром территории, где человек проживает, ну, его квартиры, а сейчас, в общем-то, он начисляется пропорционально количеству жителей, которые там прописаны в квартире. Все правильно, человек генерирует мусор, да, и ответ есть. С другой стороны, в малометражном квартирах живет все-таки, ну, наиболее социально незащищенная часть наших людей, и они стали платить в два, три, четыре раза больше. И мне казалось, что можно было бы предусмотреть определенные субсидии, поддерживающие эту часть населения, как это было сделано в 2005 году, когда произошла монетизация вот всех льгот. Тогда тоже были возмущения, но они были достаточно быстро погашены за счет того, что правительство быстро предприняло определенные шаги. И, наверное, третий момент – это тоже связано с вывозом мусора, но касается уже людей, живущих и имеющих собственные дома. Вот мы все ориентируемся и думаем, что это только Казань, столица, в городах, и называем эти дома коттеджами. Но огромное количество людей живет в малых населенных пунктах, да, и это пенсионеры, они тоже ощутили, то есть что в городе платить, что насилие. То есть было бы, наверное, целесообразно хотя бы первый год, потому что до них организация вывоза мусора вряд ли так быстро дойдет. Вот хотелось, чтобы на эти вещи было обращено внимание. Никогда не было у нас, не создавалось никакой индустрии переработки. Никогда. И нигде такого в стране не было. В Советском Союзе не было никогда. Просто сваливали и всё. В лучшем случае там что-то, оболовку какую-то делали. Вот и вся работа. А в современных условиях это невозможно. И мусор разный появился. Сколько пластика сейчас, сколько других материалов, которые требуют утилизации и так далее. То есть она стала просто очень острой, и государство обязано обратить на это внимание. Конечно, без контроля со стороны общества, со стороны общественных организаций, в том числе со стороны Общероссийского народного фронта, ну и других организаций, решить эффективно эту проблему будет нельзя. Она затратная, совершенно очевидно. Она требует объединения усилий и граждан, и государства, и муниципалитетов, регионов, всех. Но она должна быть грамотным образом и с минимальным ущербом, с минимальной нагрузкой на граждан реализована. Это безусловно. Здесь ещё очень много вопросов. Создание благоприятной среды обитания, и городской, и пригородной, всё равно какое. Главное, что среды обитания людей, то есть среды, где люди живут, вот там нужно работать. Значит, здесь нужно ещё многое отрегулировать и деньги концентрировать именно там, где они будут эффективно работать. Ведь это достаточно прибыльный бизнес, если организовать должным образом. Но только нужно качественно это делать. Стандарты должны быть современные, эффективные, и они, принимаемые и предлагаемые решения, должны приниматься гражданами, они должны поверить в эффективность этой работы и в качество этой работы. И это ещё раз хочу сказать, очень важно в этом смысле участие общественных организаций, потому что именно они могут и должны проконтролировать то, как работает и бизнес, и государство. Теперь по поводу конкретных вещей, связанных там с распределением ответственности. Здесь, конечно, во-первых, не должны муниципалитеты и регионы устраняться. И нужно распределить ответственность между муниципалитетами, управляющими компаниями и региональными операторами. Вот это просто то, что нужно нам сделать в самое ближайшее время. В рамках рабочей поездки президент России провёл в Иннополисе выездное заседание Президиуму Госсовета Российской Федерации по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды. Были затронуты вопросы развития рынка жилья, финансирования жилищного строительства, о развитии инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры и многое другое. Состоялась и отдельная встреча главы Татарстана с президентом России, на которой Рустам Мениханов рассказал Владимиру Путину о развитии региона. Он обратил внимание главы государства на успехи нефтеперерабатывающей отрасли региона и заявил об успехах в развитии КАМАЗа и авиационной промышленности. А Владимир Путин отметил рост несырьевого производства в Татарстане. Особое внимание было уделено подготовке Татарстана к принятию Чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills. Рустам Мениханов пригласил президента России на открытие мероприятия, которое состоится 22 августа. Нужно отметить, что визит Владимира Путина в Казань прошел очень успешно и плодотворно. По предложению ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, финансовый блок, возглавляемый проректором Райсовой Мулакаевой, подготовил расчеты повышения заработной платы профессорского преподавательского состава университета с 1 марта на 4%. Ректорат единогласно поддержал повышение. Проректор Марат Софиулин представил анализ роста заработной платы за 13 месяцев в Казанском федеральном университете. Согласно представленным данным, рост заработной платы для ППС за прошедшие 13 месяцев превышает официальную инфляцию в 3-4 раза. 5,3% это инфляция и от 18 до 27% рост заработной платы сотрудников Казанского федерального университета. Казанского федерального университета за 13 месяцев. 18 февраля состоялось заседание ректората Казанского федерального университета, которое прошло в отремонтированном здании Института международных отношений, расположенное по адресу Левобулачная 44. Проведенные работы не ограничились только косметическим ремонтом. Помимо этого был укреплен фундамент всего корпуса в целом. После капитального ремонта в институте проходят занятия не только для студентов, но и для казанских учителей в рамках курсов повышения квалификации, а также для школьников города. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Они часто задают вопросы, чего вы хотите. А также совместную экспозицию Казанского университета и Института исследования Центральной Азии. У нас была возможность пройтись. В момент провелочек показания. Здесь я очередаю, что у нас и лицевисты, и школьники вместе с директором здесь у нас находятся. И в то же время осуществляется переподготовка учительских кадров, учителей истории. И это очень хорошая практика. Я всегда об этом говорю, что мы рассматриваем не только содержательную часть внешнего объекта наших кампусов, как одно из конкурентных преимуществ нашего университета. На поездке дня стояло семь вопросов. Первый вопрос, который обсудили участники ректората, касался результатов внутренней независимой оценки качества работы профессорско-преподавательского состава КФУ в 2018 году. Тестирование базировалось на измерительных материалах, которые были разработаны научно-исследовательским институтом мониторики качества образования. И преподавателям предлагалось пройти тестирование индивидуально, либо согласно читаемой им дисциплине, либо, если такой дисциплины в банке этих тестирований не оказывалось, то по основной специальности, по профилю базового образования преподавателя. После демонстрации промежуточных результатов ректор обозначил показатели, которых необходимо добиться всем подразделениям университета. И обсуждение перешло к следующему вопросу, вызвавшему дискуссию. Мониторинг успеваемости студентов подготовительного факультета КФУ. По распоряжению ректора коллектива Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Николаевича Толстого КФУ, необходимо разработать план мероприятий по работе с иностранными студентами для устранения возникших проблем в обучении. Сами студенты и граждане иностранных государств будут проживать в комнатах общежитий с русскоязычными студентами для увеличения практики русского языка. Одним из важнейших вопросов повестки стало плановое повышение оклада сотрудникам Казанского федерального университета. По предложению ректора Ильшата Гафурова, финансовый блок, возглавляемый проректором Красиво Малакаеву, подготовил результаты расчетов по повышению заработной платы профессорско-преподавательскому составу. Почему мы делаем это поэтапно? Потому что на сегодня по расчетам, по творительным расчетам, годовая сумма необходимых средств на повышение заработной платы и с учетом еще остальных должностей составит где-то около 90 миллионов плюсов к тому фонду заработной платы, который у нас сегодня уже есть. Расчетно эта сумма мы планируем, что до конца года она у нас будет. И по нашим данным мы думаем, что мы без срыва эти выплаты будем делать. Напомним, с 1 февраля 2019 года заработная плата ассистентов была увеличена на 6%. Теперь изменения ожидают старших преподавателей и доцентов. Уже с 1 марта данная категория сотрудников получит зарплату на 4% выше, чем в предыдущем месяце. Минимум в 3,4 раза уровень повышения опережает темпы инфляции. А по максимальным значениям получается более чем в 5 раз темпы роста заработной платы выше темпы инфляции. И все-таки, чтобы было понятно, то есть я вот здесь показываю последний слайд. Уже к этому повышению плюс, то есть это будет дополнительное повышение по основным категориям на 4%. Стоит отметить, что в течение года зарплата будет повышаться сотрудникам разных категорий с учетом инфляционных процессов. Все нам говорят, что то ли наши сотрудники, то ли мы просто там, поскольку всегда анонимно все это происходит. Ну что такое там, повысили на полторы тысячи, но это же в год несколько раз происходит, так? Это во-первых. Во-вторых, еще раз говорю, это мы взяли с вами, коллеги, 2-1,5 года назад на повышение базы заработных плат, чтобы люди, приходя на работу, точно знали, что ниже этого они получать не будут. В 2020 году Татарстан отметит столетие со дня образования Татарско-Автономной Советской Социалистической Республики. По словам первого проректора Рияза Минзарипова, это очень важное событие для республики. Подготовка к юбилею идет по всему Татарстану. Казанский федеральный университет выступит площадкой для множества мероприятий. Не менее важной темой ректората стал год Ивана Михайловича Симонова, организацией которого занимается Казанский федеральный университет. Летом 2019 года исполнится 225 лет со дня рождения Ивана Симонова. А в 2020 году будет широко праздноваться 200-летие открытия Антарктиды. Серия мероприятий, список которых почти сформирован, будет посвящен этим двум датам. Кроме того, в рамках года Симонова в КФУ состоятся конференции, выставки и будет выпущено собрание работ ученого. Нефтяная компания «Роснефть» прибыла в Казанский федеральный университет. Цель визита – продолжение сотрудничества в направлении перспективных разработок в области повышения эффективности добычи и транспортировки углеводородов. Этот информационный повод дает возможность более пристально взглянуть на исследования Казанского федерального университета в нефтегазовой сфере. В сентябре 2018 года Казанский федеральный университет вошел в список вузов-партнеров Роснефти. В рамках этого в Институте геологии и нефтегазовых технологий состоялся круглый стол. КФУ представил Роснефти доклады по разработкам в области добычи и транспортировки углеводородов. Сотрудники компании высоко оценили оснащенность лабораторий Казанского университета и компетентность его ученых. Лаборатории впечатляют. Впечатляет связь между наукой и производством очень тесная. Как бы, дай бог, многим предприятиям обзавестись таким серьезным комплексом научным. В настоящий момент по заказу нескольких подразделений компании в КФУ ведутся работы по различным исследованиям. В составе делегации были и представители высших учебных заведений. Для них интересно научное сотрудничество. Казанским федеральным университетам у нас большой план. Особенно интересно нам управление в рамках подготовки продукции и подбора катализаторов, а также ваших лабораторного комплекса в рамках работ по САГДИ термогравитационному дренажу. Нефть — это горючая мысленистая жидкость, распространенная в осадочные оболочки земли, являющаяся полезным скопаемым. По сравнению с темой глобального потепления или образования озоновых дыр, пик добычи нефти обсуждается не так часто. Дискуссии вокруг пика добычи нефти сводятся к тому, что пик ойл уже произошел, случился или в запасе есть пару десятилетий. Остается лишь задать вопрос, так ли это в действительности. Запасы легкой нефти постепенно заканчиваются, на смену ей приходит нефть тяжелая, так называемые нетрадиционные запасы. Так как же добыть высоковязкую нефть? На данный момент Россия впервые за долгое время заняла второе место в мировом рейтинге по объемам нефтедобычи, уступая лишь Саудовской Аравии. Разведанный запас нефти в России равняется 14 миллиардам тонн. Основные месторождения, чьи бескрайние леса и поля скрывают в своих недрах – Черное золото, Самотлорское и Приобское, расположенные на севере. В связи со снижением запасов нефти в России внимание начали привлекать месторождения с запасами сверхвязкой нефти. Ввиду этого ученые разрабатывают технологии полного извлечения черного золота. Над этим вопросом работают и ученые Казанского федерального университета. Доля вязкой нефти в запасах увеличивается. Сегодня доля больше 50-60%. По разумоценкам, более 60% разведанных запасов в этой вязкой нефти. Ее добыть просто так, пробурив скважину, закачав воду, выкачать ее невозможно. Нужно использовать какие-то химикаты, какие-то физико-химические воздействия, чтобы эта нефть стала текущей, мы смогли ее достать из недр. Поэтому, конечно, сегодня очень важно использовать такие технологии, которые являются экологичными. Экономичными, энергоэффективными. Чтобы понять, что делать с тяжелой нефтью и как же на нее воздействовать, сначала нужно провести первичные лабораторные исследования. Для этого сотрудниками Казанского университета была разработана установка, не имеющая аналогов в России, труба горения. Данная установка направлена на изучение тяжелой нефти в Татарстане. Здесь можно создавать высокие давления, высокую температуру, то есть имитировать все те процессы, которые происходят в пласте. Причем при всем, мы говорим о масштабировании наших лабораторных исследований, допустим, на химическом факультете, где находится еще тоже лаборатория, можно это делать, скажем так, на граммах и миллиграммах образцов. Здесь же используется реальный кусочек, скажем даже, месторождения, да, это керн, который имеет десятки килограммов, ну и, соответственно, большие размеры, вот, что позволяет получить достоверные результаты, достоверный эффект. Первые проекты по внутрипластовому горению появились в Канаде и США, которые оптимизированы в первую очередь под их реалии. Так чем же труба горения, созданная Казанским федеральным университетом, лучше? Та труба, которую мы сделали, большая труба горения, она обошлась нам, ну, скажем так, наверное, на полтора порядка дешевле, чем те трубы, которые делают, вот, канадцы, для, сколько, например, сделают, да, и наша труба, она ничем не хуже, даже, в некотором смысле, даже лучше, да, и она, по некоторым характеристикам, более оптимальна, и, естественно, эксперимент на ней стоит, представляете, на, там, 5-10 раз дешевле. Установка, разработанная Казанским федеральным университетом, полностью копирует условия залегания нефти внутри пласта. Это непосредственно сказывается на самом процессе добычи нефти. Чтобы минимизировать риски, лучше это сделать на установке, чем погубить там скважину, либо даже месторождение, скажем так, да. Механизм заключается в том, что в вертикальную скважину поступает H2O. Начинается окислительный процесс, и температура повышается, в результате чего вода испаряется и переходит в пар. Образуется нефтяной вал, который вытесняет нефть и образующиеся газы в добывающей вертикальной скважине. Часть из наших месторождений, она сложена карбонатными коллекторами. Когда мы воздействуем паром на карбонатный коллектор, начинают разрушаться, есть такие породы доломиты. Одним из продуктов разрушения является газ СО2. То есть увеличение его концентрации говорит о том, что мы достигли неких условий, при которых эти породы начинают разрушаться. Удивительно, но часть процесса внутри пластового горения можно определить лишь по одному газу. Нам очень важно знать, какие газы выделяются в процессе эксперимента. То есть специалисты могут расшифровать, что же происходит, какие реакции происходят во время какого-либо эксперимента. Так насколько же эффективно применение подобной установки? Эффективность применения вырастает, если не сказать, что в разы, то как минимум процентов на 60-70. Я имею в виду именно эффективность применения каких-либо реагентов, каких-либо вообще способов разработки. То ли они будут качать сразу пар на месторождение, на глубокое месторождение, в результате чего пар вообще при тех условиях не будет доходить до их пласта. Таким образом они потеряют кучу времени и денег. В то же время мы можем рассчитать оптимальные кондиции, с какими им надо работать. То есть оптимальную температуру пара, оптимальные давления, оптимальные расходы закачиваемой жидкости. Стоит отметить, что кроме лабораторных исследований происходит и оценка скважины с помощью специальных датчиков системы мониторинга. Мы разработали свои собственные датчики, которые закладываются в каждую скважину, в каждую оценочную скважину. Дело в том, что оценочные скважины после их бурения и получения оттуда керна впоследствии ликвидируются. Мы нашли, каким образом, скажем так, добавить полезности этим скважинам. То есть мы закладываем туда наши приборы, после чего в любое время могут подъехать операторы, замерить параметры месторождения и таким образом получить информацию, насколько она прогрелась. Ну, фактически это можно сделать в режиме онлайн. Состав нефти может меняться в зависимости от того, как и чем на нее воздействуют. Поэтому ученые Казанского федерального университета начали использовать катализаторы для внутрипластового облагораживания. Благодаря катализаторам можно значительно улучшить качество нефти. Вязкость падает в десятки раз этой нефти, то есть она становится текучей. И самое главное, эта вязкость не с остыванием этой нефти не возвращается обратно, что очень благоприятно влияет на транспортировку нефти. Дополнительная добыча от применения этих катализаторов составляет порядка 15%. Заинтересованность в данном проекте КФУ с каждым годом растет. Поэтому ученые Казанского университета каждый раз модернизируют трубу горения по мерам запроса компаний. Мы делаем один проект, который связан с тем, что очень высокие давления там используются в этих трубах. Мы сейчас проводим модернизацию этой трубы. Это одно из таких направлений. Практически делаем новую трубу, которая очень высокое давление выдерживает, которая даже выше, чем те, которые у Сколкова есть. Интерес к разработке КФУ проявляют все больше и больше компаний, в числе которых такие российские компании, как Роснефть и Ретек, а также китайская Петра Чайна. Все это свидетельствует о том, что процесс добычи трудно-извлекаемой нефти будет с каждым годом расти. В недавнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о создании первых трех научно-образовательных центров мирового уровня на базе вузов Тюмени, Перми и Белгорода в рамках нового национального проекта «Наука». Национальный проект «Наука», на который намерены потратить без малого 650 миллиардов рублей, по задумке его инициаторов, должен обеспечить стране технологический и экономический прорыв на основе самых современных научных разработок. И для этого вводится новая форма организации научной деятельности в России в тесной связке с вузов с субъектами экономики, с так называемыми индустриальными партнерами. Именно эти партнеры, крупные отечественные предприятия, должны стать главными заказчиками темы разработок российских ученых, а также софинансировать эти разработки наряду с государством и внедрять их в свои производства. Данная форма научно-промышленной кооперации получила обозначение научно-образовательные центры мирового уровня. Таковых центров до 2024 года в России должно появиться 15. Кроме того, новый национальный проект «Наука» является логичным продолжением проекта предыдущего, программы 5 ТОП-100, действие которого завершается в следующем году. И согласно которому, 5 российских вузов к 2020 году должны были войти в первую сотню рейтинга лучших мировых вузов. Всего в этой программе участвовал 21 российский вуз, и многие из них, включая наш Казанский университет, продемонстрировали впечатляющую динамику по продвижению в мировых академических рейтингах. За 6 лет действия проекта вузы-участники накачались ресурсами, компетенциями, опытом международного сотрудничества и связями с реальной экономикой. Вполне логично можно было предположить, что именно лучшие вузы из проекта 5 ТОП-100 станут базой для нового национального проекта «Науки». Тем удивительнее стало то обстоятельство, что пионерами нового национального проекта стали отнюдь не самые рейтинговые вузы страны. Ни Белгородские, ни Пермские госуниверситеты вообще не входили в программу 5 ТОП-100. Тюменский, правда, в ней участвовал, но каких-либо зримых достижений не продемонстрировал, не войдя даже в первую тысячу рейтинга лучших вузов мира. Считается, что НОЦ на базе Тюменского государственного университета наиболее проработанный. Я специально посмотрел те разработки, которые тюменцы предложили для внедрения в промышленность в рамках нового НОЦ. В их презентации много красивых направлений, которыми будет заниматься их НОЦ. Это функциональное питание, биосфера, нефтегазовая и нефтехимическая промышленность, агропромышленность, Арктика. Но из реальных разработок, которые в обозримой перспективе можно внедрить в экономику, лишь одна. Это так называемый метрологический мобильный эталон для проверки состава качества добываемой нефти, который тюменскими учеными еще предстоит создать. Прибор, конечно, нужный, способный заменить импортные аналоги, но, мягко говоря, далеко не хай-тек. Не хай-тек в сравнении, например, с разработками Казанского университета по добыче вязких и битумных нефтей, позволяющие увеличить отдачу с подобных месторождений на 50-60% в сравнении с традиционными методами добычи тяжелых углеводородов. И имеющие постоянных заказчиков в лице таких грандов отечественной промышленности, как Татнефть, Роснефть, Зарубежнефть. Я приведу сейчас смело аналогию, но она сделает понятнее даже обывателю разницу между уровнем работы в Тюмени и Казани. Если бы речь шла не о нефтянке, а о спиртовой промышленности, то то, что разработали в Казани, это способ увеличить выхода спирта из тонны зерна на 50-60%. А мобильный эталон, который изобретают в Тюмени, это спиртометр. Отечественный, качественный, но всего лишь спиртометр, наличие которого никак не повышает производительность завода, на котором он внедрен, и экономики в целом. Но в презентации Белгородского и Пермских университетов нет даже этих спиртомеров, в кавычках. Количество НОЦов, которые будут создаваться в рамках НАСПроекта, ограничено. За право получить такой НОЦ-центр ожидается ожесточенной конкуренции между лучшими вузами страны. И так вот, просто отдать центры на откуп вузам-середнячкам, это несколько дискредитирует саму идею национального проекта наука. И ставит под сомнение перспективу ее реализации. В Казанском федеральном университете учатся более 7 тысяч иностранных студентов из 98 стран мира. С каждым годом увеличивается количество студентов и из Российской Федерации, и из других субъектов. Таким образом, всего иногородних студентов в университете, включая и иностранных, составляет 20 тысяч человек. Эти студенты пополняют доходы города Казани ежедневно за счет покупок еды, одежды и различных сервисных услуг. Вот именно об этом мы сейчас поговорим в нашем репортаже. Казань по праву считается городом российского студенчества. Высшее образование в республике Татарстан является востребованным не только среди абитуриентов России, но и иностранных граждан. В Казанском федеральном университете сегодня обучается более 7 тысяч студентов из 104 стран мира. Большинство студентов, обучающихся в КФУ, приехали из других субъектов Российской Федерации. Общее число иногородних составляет около 20 тысяч человек. Вуз занимает второе место в стране по количеству принятых на обучение иностранцев. В 2018 году контингент иностранных студентов увеличился на 21%. Прошлый год был отмечен также колоссальным увеличением приема иностранных студентов. Так, например, Казанский федеральный университет принял достаточно большое количество иностранных студентов. И сегодня их обучается 7 155 из 98 стран мира. Мы занимаем второе место в стране по количеству иностранных студентов после РДН. По сравнению с 2017 годом рост составил 21%. Аналогичная ситуация с увеличением численности иностранных обучающихся наблюдается и во многих других ведущих вузах нашей республики. Татарстан, где сегодня обучается более 14 тысяч иностранных студентов, как президент нашей республики отметил уже, входит в пятерку российских регионов по числу иностранных студентов после Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Новосибирской областей. По итогам приемной комиссии 2018 года в Казанский федеральный университет поступили студенты из 79 регионов России. Цифра внушительная, ведь всего лишь в 2013 году их было 56. Лидерами, конечно же, являются ближайшие регионы. Республика Башкортостан, Удмуртская, Чуварская, Ульяновская и Самарская область. В случае студентов из других стран картина складывается таким образом. Самое большое количество прибыло из Узбекистана – 2053 человека. Затем идет Туркменистан – 1565 и Китайская народная республика – 1033 человека. Так что же привлекает студентов из других стран и субъектов Российской Федерации? Инфраструктура и комфортность этой городской среды, вот то, чем занимался Митимир Шайбович, сейчас в чем достиг больших успехов Рустам Нургалич, это как раз вот центр притяжения. Приведу очень простой пример, что впервые там 2-3 года назад ко мне учиться, вот лично я еще преподаю, приехал из Университета Флориды. Он пришел на магистрскую программу, и он говорит, вы знаете, вот вы проводили универсиаду, и я приехал сюда как волонтер, мне было просто интересно посетить Россию, там про нее много разных это говорят, это слухов, там фактов и так далее, я вот хотел это, пользуясь случаем, совместить приятное с полезным. И чем все кончилось? И говорит, мне понравилось. Он закончил нашу магистратуру. При обнародовании данных доходов от туризма не включается вклад иногородних студентов, которые проживают в Казани на протяжении 4-х, а порой и более лет. В основном данные составляются из тех, кто ежедневно приезжает в столицу Татарстана на 2-3 дня. У нас 19 тысяч иностранных, не иностранных, ино-татарстанских, помимо 7 тысяч это, только в головном кампусе, то есть мы привлекаем из других регионов. Это воловой территориальный продукт Казани дает практически 15 миллиардов. Я берусь утверждать, что большая часть тех эффектов, о которых докладывают, они связаны не тем фрагментарным, это российским туризмом, а именно тем, что в несколько раз увеличилось количество иногородних студентов, и иностранных студентов в нашем университете. Постоянное проживание, оно дает, ну скажем, намного больше эффектов, чем вот такой, ну скажем, маятниковый это, туризм. Столь весомая цифра складывается из множества показателей. Еда, одежда, транспорт, развлечения. Тем самым иногородние студенты формируют доход города Казани, а также в значительной степени улучшают экономическое состояние Республики Татарстан, влияют на занятость населения и доходы малого и среднего бизнеса. На этом я прощаюсь с вами. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст», вел программу Ильдар Каримов. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова